Исчезновение – это мой конёк. Получилось? Смешные видеоролики Роман Пираков начал снимать и выкладывать на своей странице в популярной соцсети несколько месяцев назад. Всё бы ничего на амплуа блогера молодой человек совмещал с профессией конвоира. Руководство не оценило креативность сотрудника. Романа уволили с работы из-за причинения ущерба авторитету полиции. Я снимал там пранки, войны, спортивные массовые мероприятия. Ребят тренировал на турнике. Они это расценили, я не знаю, как оскорбление чести и достоинства. Хотя я даже не планировал, что так будет. Я думал, что это всё в юмористических целях, можно так сказать. И я хотел из этого создать как бы один фильм. То есть один образ хотел создать. И после рассказать об этих пранках, чтобы у меня получился целый фильм. Сделали нарезочки, выложили это в сеть. И написали о мне такое мнение, что мне аж самому стыдно. Я просто читаю и не верю в это. Роман рассказывает, свою работу в органах внутренних дел всегда выполнял на совесть. Подтверждение этому многочисленные благодарности и грамоты. Одна из них – за задержание двоих мужчин, которые в начале 2018-го совершили разбойное нападение. Тогда ещё пензенец нёс патруль на постовую службу. Вместе с напарником Роман вычислил злоумышленников по горячим следам. Но все былые заслуги перечеркнули пранки. По-другому – розыгрыши, выложенные в сеть. Однако какой именно ролик признали поручищем честь правоохранителей, блогеру вместе с его защитником пока остаётся только догадываться. Моему клиенту до сих пор не выдали трудовую книжку. Что они должны были сделать? Отказались выдать копию приказа. Вчера мной было написано заявление об ознакомлении с материалами проверки. Надеюсь, что нас всё-таки с ними ознакомят, чтобы, по крайней мере, понять, что же мы всё-таки такого совершили, какие ролики подразумеваются. После ознакомления с материалами мы сразу же будем обжаловать это решение в суде и пойдём вплоть до Европейского суда права человека, потому что считаем, что это является абсолютно необоснованным. Этим летом собирался в театралку поступить в Щукинское. Ну, просто с этой статьёй, с которой меня уволили, на меня просто неправильно там посмотрят. Поэтому я просто хочу, чтобы расценили мои действия правомерными и не считали это за оскорбление чести и достоинства. По словам Романа, в пранках он никогда не озвучивал своё место работы, не надевал форму и никоим образом не оскорблял полицейских. Большинство роликов – это пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения к пожилым людям и благотворительности. На днях в интернете появилось новое видео, но уже не постановочное. На кадрах видно, как возле мужчины, который предположительно сломал позвоночник, поскользнувшись на дороге, находится молодой человек в серой кофте. И это наш безработный герой, который помогал пострадавшему до приезда скорой помощи. Удастся ли Роману доказать свою невиновность и избежать статьи, станет ясно через месяц, когда разрешится трудовой спор. Впрочем, судебная тяжба молодого человека не пугает. Пусть ситуация не из приятных, но именно благодаря ей количество подписчиков в соцсетях увеличилось в разы. Теперь у Романа появилась еще одна тема для шуток – его увольнение. Ну возьмите меня назад, обратно, пожалуйста.